Друзья, и вот так вот 5 минут, температура в помещении 30 градусов. Вот такая тренировка нужна для того, чтобы командиры собственной подразделения понимала, насколько готовы сотрудники к работе задымленных. У меня дыхания не хватило. Упражнение называется степ-тест. Имитирует подъем личного состава по лестнице во время пожара. Начальник четвертой пожарно-спасательной части Дмитрий Исаков справился с ним на отлично. Но без дополнительных регулярных тренировок тут никак. Полноценная боевая работа, поднятие на сотый этаж в таком однотонном ритме, быстром. Бег, футбол, спортзал, ну раза два-три в неделю, если позволяет время. В соседней аудитории сдается другой норматив – проверка дыхательных аппаратов. На все про все одна минута. Помимо дыхательного аппарата, на сотрудники надет специальный костюм, сапоги, шлем и топор. Конкретно данный аппарат будет весить порядка 16 килограмм. Но это еще зависит от воздушного баллона, который используется с данным аппаратом. Есть воздушные баллоны более утяжеленные. Плюс это порядка килограмм 30 сапоги, боевая одежда пожарного, пожарный пояс с топором, самокаска. Плюс дым, жара, пожарный рукав и стресс. Такие нормативы начальники подразделений сдают регулярно. Да и нужно поддерживать себя в форме и весь личный состав. Работа на пожаре – это не только работа в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Это же еще работа с тяжестями, то есть рукава, пожарно-техническое вооружение, переноска пострадавших, работа с бензорезами. Это всегда физические нагрузки, поэтому весь личный состав, даже работа на пожаре, они должны чередовать тяжелую работу с легкой, дабы обеспечить максимальное время пребывания. И, конечно, они придут на помощь и сделают все возможное. А наша задача – сделать так, чтобы их помощь нам не пригодилась. Егор Тверетинов, Александр Наприенков, Ветта-24.